Зимние праздники Собрать всю семью, пригласить друзей и родственников И нарядить настоящую живую, а не искусственную сосну или елку Именно так больше 20 лет подряд поступает Андрей Богомолов Агроном по профессии, свою жизнь связал с природой и земледелием Выращивает овощи и фрукты, разводит пчел И ухаживает за своим новогодним деревом в саду Растет у меня ель, называется это сосна крымская Возраст ее раз, два, три, четыре, пять лет Мы обязательно тут будем, и хоровод тут и все И подарки Дед Мороз положит Подготовка к Новому году для фермера заключается не только в создании праздничного настроения и уюта В первую очередь к зиме он приводит в порядок хозяйства И хотя урожай давно уже собран, работа на этом не закончилась Прошел листопад, дерево находится в состоянии покоя Сейчас нужно будет за зимний период эти деревья обрезать Следующий этап после того, когда будет произведена обрезка Это будет выгребание чурпы из междурядей Потом будет ранняя весенняя обработка Подготовить к зиме нужно и виноградную плантацию К ней фермер относится с особым трепетом В 2017-м построил две теплицы В этом году урожай был настолько обильным, что в планах у фермера расширяться Сейчас к Новому году, если мы видим, лежит материал для строительства третьей такой же теплицы Вот она завезена труба, профиль металлический, там пленка Здесь будет происходить обрезка виноградных кустов И уборка лозы Главное успеть до конца декабря Чтобы, наконец, отвлечься от дел и провести праздники с семьей К работе агроном вернется уже весной Когда придет пора готовить землю к высадке сезонных овощей и фруктов А пока нужно съесть то, что вырастили в этом году На праздничном столе у фермера будет собственная крымская продукция Компоты из кизила и яблок, вино, маринованные помидоры, баклажаны и другая консервация Татьяна Балыкина, Рустам Файзулин, Утро Нового дня